дисклеймер а доброго времени суток дамы и господа добро пожаловать на канал silver hat мне как всегда зовут серёжа и дизган и мы продолжаем прохождение я честно не особо помню где мы в прошлой серии остановились потому что не записывал один день обычно без выходных записывал каждый день на вчера не получилось знаете ли записать серию да вообще не по какой игре поэтому поэтому я не помню где мы остановились по миссиям послужит речь пока полковника гаррета ну ладно а вот доступна работа еще и работка у нас есть давай полковник ну да да извини извини это же пиздец как важно с этой стороны полковник вы меня вызывали капрал до называл капитан каури сказал что ты помог справиться с мародерами в этих краях просто делал свою работу с и тут обнаружилось любопытная группа намадов они шли по 97 трассе видимо преодолели перевал тилсон хотя я считал что это невозможно наш патруль доложил что у них были шрамы на лбах у них было вырезано покойся с миром слышал когда-нибудь подобное не цар похоже на какую-то секту типа анархистов может быть как бы то ни было я хочу чтобы ты их выследил и разобрался с ними у нас и так проблем полно мне еще только секты под боком не хватает на сервис что секта нам точно не нужно я отметил на карте последнее место где их видели выполняйка брал совы совокая сейчас мы вашу речь послушаемся и отправимся а снайпер как оказалось да да я здесь а ты как будто радостная просто я все поняла слушай мне был нужен только секвенатор днк теперь я готова можно опробовать мою сыворотку хорошо чем тебе помочь подожди что она разработала сыворотку чтобы исцелять или же наоборот убивать приков да ладно ни хера себе солнце зашло не только на небе но и в жизни великого человека как артуру хименес наш док скончался его отняли у нас накануне нашей победы капитана хименеса убили злодейский лишили его жизни его кровью и поныне пропитана палатка где он трудился день ото дня поднимая на ноги больных и раненых трагедия не в том что хороший человек погиб зря хотя это вызывает у меня неподдельную скорбь трагедия в том что он был незаменим он был единственным врачом среди нас а может и во всем мире теперь я осознал какую огромную ошибку мы совершили такую наполнили наш ковчег книгами семенами дисками медицинскими журналами и энциклопедиями этого у нас в избытке но теперь по окончании войны научит нас ими пользоваться журналы можно заменить книги энциклопедии можно заменить доктора хименеса нашего единственного врача заменить неким я пойду полагаю как окей хотел бы сказать что немножко а я что не буду салютовать вальски приветствия не сделаю а ты осознал странно выглядит его действия и озвучка по моему они вот отличаются тебе не кажется так сара что там это потому-то рука ну-ка это что там у нас с вирусом ну-ка ну-ка тупо сутки пролетели стоп погоди тебе нужен живой знаешь трудно ставить опыты на трупе вот что это это сильный транквилизатор должно хватить чтобы доставить в лагерь я так близко к цели осталось чуть-чуть она выглядит как маньяк какой-то с этой фразой да да я вот поехал искать тебе шакала отлично только мне нужен один вполне конкретный так стоп не будешь по блять конкретный шагал теперь целая колония зараженных детей ясно что зачем целая колония шакалов и терпится увидеть то что она гордите и что я уже понял да 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 лейтенант вытекер дала мне поручение так что я сейчас немного занят все таки не получилось у сары обогнать у и вера но ничего страшного сара я на месте смотри тебе нужно найти девочку в красной футболке детская футболка такая знаешь с котеночком удивительно что полковник все это еще не сжег я сказала чтобы этих не трогали я уже несколько месяцев беру анализы крови у самых маленьких без них препарат не сделать ну ладно и как мне ее оттуда вытащить не поубивав всех остальных слушай я не знаю придумай что-нибудь мне нужна девочка в красной футболке здесь ты простая то вон она мало боеприпасов попалась мерзавка о кэш блять кэшу сука был блять я понял дадите вы нахуй дадите вы нахуй ну лезь уже его еще то нужно это мне нужно все есть нужен тебе живой получишь я так понял нет не перемочить остальных не было варианта цвет не ехать не там было написано нужную мне весь байка вас полковник не разрешает заводить питомцев лейтенанту нужен живой подопытный я смотрю вы хорошо ладите с лейтенантом уйтики по долгу службы сэр службы ограничитель полковник не приемлет вольности между солдатами и офицерами нет нет ни в коем случае сэр ну да продолжай слушать что-то лысый здесь brother что-то затевает или шо претендует на нашу сару бля я не понял они нельзя было подготовиться чтобы привязать нормально за видимо не это важного не знаю что ты там намешала но сработало моментально вылечить хотела до что так ты не оружие делаешь лекарство господи ты пытаешься их лечить я думала если добуду изначальную линию клеток из кловердейла получу антитела и смогу и смогу деконструировать вирус господи и теперь получается что все это время я работала впустую до нее дошло короче вставай начни сначала ты не видел что сейчас произошло у этого ребенка все клетки тела взорвались вот почему нельзя сдаваться ты сказала ребенка а знаешь сколько таких тварей я убил и ни разу не приходило в голову что ведь это даже чей-то ребенок я знал одну девчонку она тоже говорила о фриках как ты называла их больными я думал она спятила она просто видела их как ты ты думаешь я спятил нет нет впервые за два года я встретил вменяемого человека хорошо помню ночь когда я потерял тебя но теперь понимаю это было не когда я посадил тебя на вертолет а через сутки мы с бухарем приехали в лагерь где ты должна была нас ждать а а там были фрики повсюду вертолеты горели люди кричали так много людей мы дрались мы победили и что в итоге трупы трупы повсюду я смотрел каждый каждое лицо их там наверное было тысячи или больше я смотрел каждый из них вот тогда и тебя потерял а бухарь а бухарь короче он два года ходил за мной как нянька а мне было просто насрать вообще на все и тут я вижу вертолет нера над башкой и начинаю что-то чувствовать я думаю знаете пошли вы пошли вы даже если она жива знаете что я сделаю я ее найду и мы уедем ко всем чертям в гробу я видал ополчение не хочу я воевать и не хочу жить в лагере так почему ты еще здесь из-за тебя из-за всего над чем ты так впахиваешь забыв обо всем на свете большинство буду буду потому что ты в это веришь не оставайся молодец красавчик сомнительная авантюра поедем на север очень сомнительная на север скажем что за припасами но уже не вернемся мы дезертируем а если нас поймают они нас повесят но зато вместе м да дик полковник тебя вызывает я сейчас собирайся я скоро буду спасибо или нет дамы дамы капрал сэнд джон полковник прошу за мной все готово да сэр так точно в полной боевой готовности байк заправлится я чё-то наверное не понял лейтенант уивер завершил разработку испытаем результат давна пора готов подпалить орду орду что-то не так капрал нет сыр не не всегда готов и с удовольствием вот так наш человек господа счет делается хорошим не кончится по-моему да ты это все чтобы понятно лейтенант уивер за мной орду подпали да вы хотите а ну что сделаем сделаем так вы ждете здесь а я иду один тебе жить надоело боец нет вот поэтому мне лучше пойти одному даже с фирменными коктейлями от уивера мы не сможем вынести всю орду одним махом нет так что я спущусь туда покажусь им у кокошу нескольких а потом будут драпать придумай как их малость притормозить ловушки поставлю и взорву их нахер просто если мы сунемся туда вдвоем начнется бардак мы натравим орду друг на друга лучше вы ждите здесь и наблюдайте если что примчитесь и вытащите меня есть идеи получше никаких никаких и и и и и и и подсматривать у меня на байке есть еще молотовые патроны хорошо хорошо это все пригодится блин конечно автоматик не то в твой план я говорю надо их как-то замедлить эти уроды любят толпиться лезут друг другу на головы если найти узкий проход между грузовиками зданиями или типа того им понадобится время чтобы протиснуться и как только я от них оторвусь ты взорвешь их нахер именно при необходимости повторить до полного уничтожения орды и это твой план ну в общем да получается так удачи сэнджон вряд ли это вопрос удачи да ладно я пошел вижу сообща если помощь нужна а принято вот так ну-ка есть другая идея а а тихонечко счет худо эх суда парни Лови! 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 Я уже понял! Это один из самых 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 разных! Лови! Стоять! Капиталь! Лови! Эй! Лови! 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 Не надо! Лови! Ты вынес примерно четверть. Продолжай. Пытаюсь. Как ощущения? Получилось. Смесь Уиллера работает. Пламя даже отсюда видно. Сейчас станет еще, Зарджи. Санчжон, укройте от него. Иду я. Санчжон, ты перебил почти половину. Так, держать. Хорошо. А, е-мое. Голи, много еще. Осталось немного капел. Тебя-то четверт. Ага, вот так. Валим, валим, валим на гелике. А вот вам свежее мясо. Да, подходите. Ну что, нравится? Что, не нравится? Идите сюда, укрой. А ты откуда, блядь, высрался? Как ощущения? Блядь, высрался! Волим. Коури, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, что это все. Поразительно. У тебя получилось. Ты перебил целую орду. Да, мне расплюнуть. 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 Я все орду сестил, молчал. Я только сейчас это понял. Я сейчас забыл, что я стримлю. Что-то еще. Лишь на стриме, что я на запись играю. Ответьте на вызов. Куда ты подевалась? Я вообще бахаю. Я сейчас пытался связаться с лейтенантом Вытокер. Она не отвечает. Хочешь рассказать об успехе? Да, она будет в восторге. Это уж точно. Скоро ее увидишь. Лейтенанту Уиверу пока не говори. Я хочу сообщить лично. Да, да. Я понял. Ваша пала. Конец связи. Что вы вкусненькие. Фу, как же их до хера тут было, а? Я, правда, не понял, почему мне некоторые бомбы сами по себе взорвались. Это как бы непонятно мне было. Причем, которые не дистанционные. Типа, из-за того, что они рядом стояли или что-то такое. Это было прикольно. Вы извините, что я сидел, молчал. Я просто что-то на таких этих, на серьезных щах сидел, что я забыл вообще, что я тут на запись играю. Бывает такое. Так, я очень хочу, чтобы миссия закончилась нормальная. Или бы мы хотя бы посмотрели, что там с Сарой. Потому что то, что она не отвечает, меня не устраивает. От слова совсем, если честно. Получилось. Ты сумел? Уиверу спасибо. Никогда такого не видел. Ты так ловко от них уходил? Ну, вы знаете, киздец. Это очень стимулирует. Полковник прав. Мы можем выиграть войну. Ты хочешь, что у тебя нет таких суперсораций? Кто-нибудь ему скажите, что я суперсолдат, пожалуйста. Мало какой из его солдатиков так сможет. Как прошло? Мне жаль, лейтенант. О, черт. Не вышло. Мне жаль, лейтенант. Ты безработный. И еще как вышло. Да? Я обожаю, что ты не видел этот фейерверк. Круто! Сегодня отмечаем. В офицерском клубе. Да уж, кажется, кое-кого повысят. Эй, ты идешь? Знаешь, вы идите, я догоню. Мне надо сперва кое-что сделать. Ну ладно, ждем. Это последнее. Только ничего не разбейте. Кое-что из этого незаменимо. Что происходит? А где лейтенант? Капрал Сент-Джон. Простите, сынок. Ничего, сынок. Весь ключевой исследовательский состав был переведен. Переведен? Куда? Просто я принес ей то, что она мне заказала. Понимаю. Но... У нас... Пойдем, сынок. Идем. Что-то я сейчас не понял. А что он хули мне говорит? Мэтт, так нельзя. Ты не можешь держать меня в заперти. Вольно, капитан. И сказал Господь Ною, Войди в ковчег ты и семейство твое, ибо тебя увидел я праведным ныне предо мною. Ну что вы говорите? Простите, лейтенант. Нельзя же, полковник, стойте! Эй! Все нормально. Нормально. Мэн, я принес вам те материалы, Идемте, за мной. У меня новая задача. Это будет яд. Помните, эти материалы смертельно опасны. С ними надо очень осторожно. Понял, а я тебя вытащу. Спасибо. Да, мэм. Ну да. Не могло быть все так легко и просто, е-мое. Да, да. Я так понимаю, еще не скоро будет, да? Слушаю, капитан. Вообще, блядь, где? Тебя вызывает полковник. Он в ковчеге у себя в апартаментах. В апартаментах? Если зайти со стороны главного лагеря, за первым складом будет проход налево. Ладно. А не знаете, что ему нужно? Что-то насчет дежурств. Не заставляй его ждать, капрал. Слушаюсь. Твое имя упоминали в связи с одним важным проектом. Хорошо себя покажешь и тебе светит повышение. Да, сэр. Конец связи. Важный проект. Какой еще проект? Хер, узнает? Блядь, точно. Лучше надо кабайку подойти, чтобы сохраниться, начеплять писька в полке. Так, ладно, давай сразу патронов куплю. Слышу. Капрал Сен-Джон, извольте не нарушать субординацию. Рядовой, у меня много работы. На выход. Извините, мэм, приказ полковника. Сказал не спускать с вас глаз. Лейтенант, виноват. Просто у меня возник вопрос по поводу вашей заявки. Слушаю. Там написано, что вам требуется цикута. Да, она растет на берегах болот. Можно поискать на северном краю Кламадской топи. Наверняка там будет. Кламадская топи. Понял. Капрал, она крайне ядовита. Это самое токсичное растение в Северной Америке. Хорошо, я буду осторожен. И еще, в тех местах есть зараженные вороны. Надо взять что-то, чем можно сжечь их гнезда. Сжечь гнезда. Понял. Еще один момент. Тот другой проект, над которым я работаю. Скоро появится новая информация. Спасибо, Капрал. Конец связи. Так, ладно. Здесь сохранимся. Как всегда, продолжим в следующей серии. Сука, я думал уже, блядь, вот сейчас вот конец. А тут, а, писька в попке. Ладно. Подписывайся на канал. Жмяк на колокольчик. Оставляй комментарий. Помню, что все это очень сильно помогает развитию канала. Всех обнял, приподнял, покружил на место, поставил. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok